Девушки отдыхают Никто это не устраивал, может быть в этом смысле чуть-чуть какую-то роль сыграли педагоги школы-студии МХАТ, вот в целом семьи и вообще школа-студия МХАТ. Может быть отчасти мой характер. Вы знаете, я никогда в жизни не мечтал о ролях, о конкретных. И сейчас не мечтаю. То есть я хочу сыграть роль хорошую, но чтобы я ходил и думал там гамлет, 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 года идут, года идут, гамлет. Нет, ничего подобного. Но может быть за это судьба мне делала подарки. Скажем там, я сыграл в дипломном спинтаке Лопахина. И прошло сколько-то лет, и Волчок сделает Вишневый сад и назначает меня на Лопахина. У меня была дипломная работа Митя Карамазов. И этот файл Мити, он лежал у меня долго. И вдруг раз, Фокин делает Карамазовых и дает мне ту роль. Да, я вот, скажем, я бы сыграл Митю Карамазову в кино. Но я понимаю, что все. В этом смысле уже поезд ушел. Но так, чтобы конкретно, знаете, мне бы, наверное, хотелось сыграть вот в то, что отпущено мне, побольше людей каких-то слабых, которых я играл мало. Играл, но мало. Слабых? Да, слабых. Ну и такой, настоящих полковников всегда таких играет. Понимаете, настоящего полковника, как бы, это уже слишком много всего перепробовано. Но вот когда-то, допустим, там, Месхиев доверил мне роль такого совершенно опустившегося, слабого человека, маркеранца в комедии «Механическая свита». Вот. И мне это было интересно. Вот. Был еще, наверное, какой-то опыт. Был опыт такого человека в картине поклоннику Коли Лебедева. Да, да. Вот. Тоже достаточно, ну, непохожего, скажем, на мое... Я не люблю слово амплуа. И это не в доказательство того, что я обладаю еще другим амплуа. Просто мне это интересно. А вот так, чтобы вам сказать конкретно, вы знаете, я вот сижу и сейчас думаю, моя последняя цель там, это король лир. Нет. Это просто не мое устройство. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». «Правда-24» С понедельника по четверг в 20.30 на телеканале «Москва-24».